господь принеси исцеление своим людям завтра я буду молиться за больных в конце учения и потом я буду применять кровь на все что у вас есть в пяти сферах из иова глава 1 стих 5 и стих 10 мы видим что враг распознает пять сфер как он сказал не ты ли кругом оградил дословно выстроил забор вокруг него первое его второе дом его и третье все что у него четвертое дело рук его ты благословил и стада его распространяется по земле то есть его влияние возрастает даже дьявол осознавал ту ограду вокруг него поэтому в стихе 5 говорится что иов приносил кровь ежедневно и потом стихе десятом дьявол говорит об ограде который он не может переступить кеннет хейген однажды сказал никакой дьявол не может переступить кровную черту насколько это истина есть сила в крови иисуса христа я всегда говорил и говорю что дьявол может смотреть ваше окно но он никогда не войдет в дверь если вы применяете кровь иисуса ежедневно спасибо тебе господь за кровь мы воздаем тебе хвалу амин завтра не пропустите это потому что буду провозглашать кровь на вас завтра и ваши семьи ваше имущество и вашу работу и ваше влияние вашу дружбу которая есть одна из сфер влияния хорошо пришел время дать на божью работу сегодня пришел время преуспевания его чудесном царстве какая привилегия о какая привилегия отдавать господу я имею ввиду подумайте сколько всего он дал нам свою собственную жизнь иисус отдал нам свою собственную жизнь подумайте о всех преимуществах спасения полосови душа моя господа и не забывай всех деяний его избавляет от могилы жизнь твою увечая тебя милостью и щедротами насыщает благами желание твое это больше чем просто прощает исцеляет и хранит вас подумайте обо всем том что бог дает вам каждый день и бог хочет чтобы мы дали ему что-то что он может использовать чтобы благословить нас то ли духовно то ли укрепить наши тела для служения или финансово разве бог не может благословить вас финансово вы не можете благословить меня финансово если не отдадите ему свое пожертвование сеющему нужно посеять семя для того чтобы увидеть урожай даже в природе а тем более это реально в духовном мире когда мы отдаем господу наши финансы это становится семенем когда вы идете в магазин вы обмениваете свои финансы на то что вы хотите купить когда вы приходите в царство божье эти финансы превращаются в семя другими словами она никогда не покинет ваше будущее она не покинет вашу жизнь она вернется к вам назад в виде урожая когда я беру с собой свои финансы в магазин для туристов я теряю свои деньги я получаю что-то взамен просто в этом случае я иду через некоторое время и снова покупаю что-то но когда мы отдаем богу мы теряем это семя мы не теряем его оно умножается многократно иногда во сто крат поэтому благословить господь господь многим из них нужно чувство в финансовой сфере прямо сейчас укажи им ту почву которую им сеять и дай им и процветание как ты обещал в своем слове чтобы их будущее гарантированно было благословено чтобы благословения были изливались до избытка пусть их в финансах не случится недостатках во имя иисуса амэн хорошо вы можете сейчас отправлять ваши пожертвования на божью работу Бенихин Министрис просто посейте свои семя вы можете делать это на этой платформе на которой меня смотрите или перейти на сайт бенихин.орг или просто набрать сообщение BHM на номер 45777 очень люблю вас не пропустите завтрашнее учение я очень взволнована в ожидании завтрашней встречи увидимся пока пока Субтитры сделал DimaTorzok